Несмотря на то, что на календаре еще только середина января, уже можно говорить о том, что нынешняя зима одна из самых снежных в Тверской области за последнее время. И если для простых горожан этот факт скорее со знаком плюс, то вот коммунальщикам Твери обильные осадки доставили изрядное количество проблем. И нельзя сказать, что со своей работой городские службы в этом году справляются на отлично. Тему продолжит Никита Васильев. Разгар рабочего дня улица Бориса Полевого в Пролетарском районе Твери. Сюда с проверкой качества содержания уличной дорожной сети нагрянули сотрудники ГИБДД и прокуратуры Пролетарского района. В ходе выезда представители госавтоинспекции в первую очередь обращают внимание на состояние обочин. Для этого используется самая обычная рулетка, замеряется высота и ширина снежного покрова. И если выясняется, что данные не соответствуют принятому ГОСТу, ответственным за содержание дорог может грозить наказание в виде солидного штрафа. Юридические лица, привлекаемые по статье 12.34, значит, санкции от 200 до 300 тысяч рублей. Должностное лицо от 20 до 30 тысяч. По 19.5, там от 50 и выше. С начала этой недели подобные проверки начались во всех районах Твери. Поводом для этого послужили многочисленные обращения граждан о неудовлетворительной уборке снега на автомобильных дорогах и тротуарах. На гневные посты в соцсетях отреагировала прокуратура Тверской области. Прокурором Тверской области Сергеем Борисовичем Лежниковым дано поручение межрайонным и районным прокурорам организовать соответствующую проверку, в ходе которой будет дана оценка работе органов контроля. По ее результатам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Одна из самых плачевных ситуаций в Пролетарском районе. Здесь даже на центральных улицах, к примеру, на проспекте Калинина, обочины не убраны. Снежную кашу можно наблюдать на парковочных карманах, а тот снег, что был убран с проезжей части, не вывезен и чернеет огромными кучами возле мачт освещения. Как отмечают водители, передвижение по такому городу доставляет массу неудобств. Довольно-таки плохо чистят, тяжело ездить, особенно парковаться где-то на обочинах. Довольно-таки тяжко выехать. И плюс из-за того, что машина низкая, зачастую цепляю бампером, то есть как бы надломы, заломы, все это вот происходит. Неудобно. Машина чертит, потому что везде вот такие вот, ну я не знаю, как они, колеи или что-то. Отвратительно чувство. Полдороги, все сугробы. Плохо вообще. Ну можно сказать, и не чистят. Дай бог центральной дороги маленько и все. А про дворы это вообще. Что же касается дворов и периферийных улиц, то ситуация действительно еще плачевнее. Здесь даже проезжая часть от снега не убрана. К примеру, как на улице Бабкова. Жалуются на работу городских служб и горожане без личного транспорта. Вот посмотрите, ничего не отскоблят, ничего не делают. Плохо. Честно сказать, вот только вот здесь убрал, а там вот дальше, вот я пенсионерка, инвалид. У нас вот это самое, куда вот идти? Одни машины. Вот тут убрали. Тут все. Насколько неудобно вообще ходить? Я вижу, что вы с палочкой. Сколько трудно передвигаться по таким вот дорогам нечищенной. А что делать? Надо гулять, общаться, в магазин идти. За всю зиму ни одного раза не почистили к берегу Волги. Вот вся колея, как есть. Вроде бы едет с лопатой. Лопата поднята. Водой. То водой поливали. Вот за всю осень, раза два, наверное, и два раза песку посыпали. И то эта грязь недовольная. Вот дорогу в магазин идти не перейдешь. Особенно вот нам, пенсионерам, инвалидам. И это ситуация, которую наш телеканал зафиксировал лишь в одном районе города. В дальнейшем наша съемочная группа посетит другие районы столицы Верхневолжья, чтобы узнать, как уборка объектов уличной дорожной сети осуществляется там.